Президент Республики Беларусь, главнокомандующий вооруженными силами, Александр Григорьевич Лукашенко. Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые соотечественники и гости Беларуси, поздравляю вас с Днем Победы. Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны 20 века, не соизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Даже мысль изменить традиции, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига, победителей для нас недопустимо. Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры в мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески, не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы белорусов. Мы просто не могли иначе. У нас не было другого выбора. А если и был бы, мы поступили бы так же. Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы. И современная Беларусь – это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным. Живая память и живой памятник. И пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма. Сегодня мы чтим подвиг наших отцов и дедов. Их путь к победе был омыт слезами матерей, жен и детей пропитан кровью. Павших в боях товарищей мирных жителей, овеян пеплом сожженных врагом деревень. Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, кыргызов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев, всех жителей Советского Союза, бойцов движения сопротивления Европы, наших союзников, США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов. Последователям нацистской идеологии, захватчикам с непомерными геополитическими амбициями, история преподала урок. Его смысл прост и справедлив. Народ, который защищает родную страну, свои семьи и будущее детей непобедим. Беларусь встала на пути агрессора живым щитом. Здесь, на нашей земле, пройдя пол Европы, гитлеровцы впервые встретили столь яростное сопротивление. Героическая оборона Брестской крепости города Могилёва длилась намного дольше, чем захват многих европейских государств. Именно в жестоких боях 1941-го, в том числе и на белорусской земле, пошатнулась уверенность врага в собственном превосходстве. Были заложены основы будущей Великой Победы. Вклад белорусского народа в разгром фашизма не подлежит никаким сомнениям. Это миллион триста наших воинов, которые сражались в рядах Красной Армии. Это более 400 тысяч попольщиков и партизан, которые к концу 43-го года контролировали 60% оккупированной территории страны. Это гибель каждого третьего белорусского жителя, заслонившего собой дорогу нацистов дальше, на восток, на столицу нашего Союза. И пока наши сердца отзываются болью за тех, кто не вернулся с полей сражений, пока звучит правда о той войне, мы помним. Ведь за каждый день мирной и свободной жизни заплачено миллионами жертв и искалеченных войной судеб. Мы навсегда связаны кровными узами с братскими народами, вместе с которыми наши отцы и деды остановили катастрофу 20-го века. Но мир игнорирует трагические уроки прошлого. И чем дальше мы отдаляемся от событий Великой Отечественной войны, тем агрессивней и опасней он становится. Планета накаляется новыми очагами вооруженных конфликтов. Снова гибнут мирные люди. И на этом фоне возрождаются идеи нацизма. Их новый след – разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация гитлеровских преступников, фальсификация исторических фактов Второй мировой войны. Беларусь – миролюбивая и открытая страна. Но наш исторический опыт наглядно показал, что дипломатия межгосударственного диалога неубедительно без наличия эффективной системы безопасности. Но несмотря на современные вызовы, праздничный парад, посвященный Дню Победы, сегодняшний наш парад – это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории. Солдаты, офицеры и генералы белорусской армии – наследники победителей. Вы сегодня пройдете в одном строю, как продолжатели славных традиций советских воинов. Покажете новые образцы вооружений и военной техники, созданные уже на отечественных предприятиях оборонного сектора. Сделайте это в честь дедов и прадедов, которые завещали нам мирную страну. Наш святой долг – сохранить ее для будущих поколений, сберечь проверенное в суровых боях единство народов. Беларусь, как и прежде, будет верна памяти Великой Победы. Победы, которая является общим достоянием республик бывшего Советского Союза. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, история жизни вашего поколения – истинный пример мужества, доблести и духовного величия. Вы были и навсегда останетесь победителями. Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь во имя нашего будущего. Благодарим всех, кто совершил трудовой подвиг. Обещаем сберечь правду о той войне во славу героев, которые спасли многие народы от геноцида и рабства. Низкий поклон и безграничная благодарность вам за Великую Победу Беларусь будет помнить. Дорогие соотечественники, в этот торжественный день я хочу пожелать всем прежде всего крепкого здоровья, счастья и благополучия, мужества вам и стойкости в это непростое время. Пусть небо над Беларусью всегда будет мирным. С Днем Победы! Ура! Пород! Пород! Сбирну! Торжественному маршу! Пород на! На одного линейного дистанции! Первая рота прямо, остальные направо! На плечо! Равнение направо! Равнение направо! Шагун! Марш! По традиции шествия открывают самые юные участники. Расчет барабанщиков Минского Суворовского военного училища. Сегодня в его стенах обучаются юноши со всех уголков нашей страны. За всю историю училище выпустило более 13 тысяч юношей, из которых свыше 60 стали генералами. Сотни выпускников за проявленное мужество и героизм награждены боевыми орденами и медалями. Шесть навечно зачислены в списке личного состава училища. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжает шествие сводный парадный расчет, представленный учащимися восьми кадетских училищ и двух специализированных лицеев. Перед трибунами знамя победы, государственный флаг Республики Беларусь и флаг СССР. За ними следуют штандарты фронтов, освобождавших Беларусь и знамена партизанских бригад и соединений. Отдавая дань уважения поколению Великой Победы, проходит парадный расчет курсантов общевойскового факультета Военной Академии в форме воинов Красной Армии времен Великой Отечественной войны. В строю внуки и правнуки белорусских партизан. В годы войны около 140 тысяч человек, сражавшихся за свободу и независимость своей Родины, были награждены орденами и медалями. Более 90 партизан стали героями Советского Союза. Торжественным маршем с боевым знаменем Военной Академии проходит парадный расчет офицеров факультета, генерального штаба и профессорско-преподавательского состава. Перед трибунами курсанты факультета связи ИАСУ Военной Академии. По итогам прошлого года подразделение под руководством начальника признано лучшим в Военной Академии. Торжественным маршем с боевым знаменем признано лучшим в России. Прибунам приближается парадный расчет курсантов факультета ракетных войск и артиллерии Военной Академии. На марше парадный расчет курсантов Военно-технического факультета Белорусской национального технического университета. В парадном строю расчеты сухопутных войск. Перед трибунами флаг сухопутных войск и парадный расчет 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Торжественным маршем сухопутных войск и артиллерии Военной Академии Торжественным маршем с флагом вида вооруженных сил проходит парадный расчет военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В составе парадного расчета курсанты факультета ПВО Военной Академии. Трибунам приближаются краса и гордость белорусской армии. Сегодня более 4 тысяч женщин проходят службу в Белорусских вооруженных силах. Ими освоены практически все военные специальности. Пограничников Белоруссии представляет парадный расчет курсантов Института пограничной службы Республики Беларусь. Перейти в боевое знамя учебного заведения. Начинается прохождение парадных расчетов Министерства внутренних дел Белоруссии. Первыми проходят курсанты факультета внутренних войск Военной Академии. Продолжают шествия воины Третьей отдельной краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск МВД. В Великой Отечественной соединение принимало участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Перед трибунами женский парадный расчет Министерства внутренних дел. В строю представительницы Центрального аппарата, УВД Мингородсполкома, УВД Минского обл. сполкома, Департаментов охраны и исполнения наказаний, Академии МВД и внутренних войск. Перед трибуной с флагом ведомства проходят курсанты Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. В парадном строю гордость вооруженных сил, расчеты соединений воинских частей сил специальных операций. Впереди расчет 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. По итогам учебного года бригада признана лучшей в силах специальных операций. Перед трибуной парадный расчет 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В годы Великой Отечественной войны более трех с половиной тысяч воинов соединения были удостоены боевых наград. Пятерым из них присвоено звание Героя Советского Союза. Праздничным трибунам приближается механизированная колонна. В ее составе бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. В этом году на параде вы увидите только новые образцы военной техники, которые прошли модернизацию на белорусских предприятиях и предприятиях наших союзников. Многие из них уже приняты на вооружение и подтвердили свою эффективность. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Право первым пройти в парадной колонне по традиции предоставлено легендарному советскому танку, символу Великой Отечественной войны Т-34. На марше танки Т-72Б-3. По своевым возможностям и техническим характеристикам эти машины считаются одними из лучших в мире. В прошлом году белорусские танкисты заняли второе место среди 23 стран в конкурсе армейских международных игр «Танковый биатлон». В парадном строю колонна бронетранспортеров БТР-70, прошедших модернизацию на отечественных предприятиях от баронно-промышленного комплекса. В результате были значительно улучшены ходовые и защитные характеристики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед трибуной колонна бронетранспортеров БТР-80, находящихся на вооружении десантных подразделений сил специальных операций. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На боевые машины белорусскими специалистами установлены противокумулятивные экраны, предназначенные для повышения защиты экипажа и десанта БТР. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжают шествия внедорожники «Богатырь», состоящие на вооружении спецподразделений. Машины обладают отличной проходимостью, способны передвигаться со скоростью свыше 100 км в час. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На марше легкобронированные автомобили «Дракон». Принятие в Беларуси на вооружение автомобилей «Дракон» и «Богатырь» это яркий пример успешного сотрудничества в военно-технической сфере нашей страны с Китайской Народной Республикой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед трибуной брониавтомобиль «Кайман». Автомобиль произведен на 140-м ремонтном заводе и на 90% состоит из отечественных комплектующих. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжает парадное шествие техникой внутренних войск Министерства внутренних дел. Многоцелевые автомобили повышенной проходимости «ЛИС-ПМ». Разработанные на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В парадном строю миномет «Саня» предназначен для уничтожения или подавления навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных на дальности свыше 7 километров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед трибуной полуавтоматический миномет «Нона-М1». Уникальное оружие. Обладает большой мощностью и способна поражать объекты противника с применением 120-мм минометных мин и снарядов на дальность свыше 8 километров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В строю гаубица «М-100Б» является одним из самых надежных огневых средств артиллерии. Дальность стрельбы свыше 24 километра. Скорострельность 7-8 выстрелов в минуту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На марше преемник прославленной «Катюши» реактивная система залпового огня «Белград» на шасси отечественного производства. Залп одной такой боевой машины поражает живую силу и технику противника на площади до тысячи квадратных метров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На марше гордость отечественного оборонно-промышленного комплекса реактивная система залпового огня «Полонез». Одна такая боевая машина способна одновременно нанести поражение восьми различным целям. «Полонез» способен уничтожить цели на расстоянии до 300 километров. Порадное шествие продолжает колонна зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Тор-М2. Этот комплекс представляет собой новое поколение боевых средств ПВО малой дальности. В своем классе нет равных в мире. На марше зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен уничтожить любые воздушные цели на дальностях до 75 километров. Ежегодно воины-зенитчики выполняют боевые стрельбы на полигонах Российской Федерации и входят в число лучших по итогам учений. Перед трибунами комплексная аппаратная связи «Кайман» и комбинированная радиостанция «Богатырь», позволяющая обеспечить все виды связи в любых условиях обстановки. Также в парадном строю высокоскоростная станция тропосферной связи «Горизонт» и принятая в этом году на вооружение станция спутниковой связи «Восход». Продолжает шествие аппаратный расчет Государственного военно-промышленного комитета. Перед трибуной реактивная система залпового огня малого радиуса действий «Плейта». За ними следуют автомобили в вариантах с дистанционно управляемым боевым модулем, транспортное средство «Защитник» и универсальная боевая платформа. На марше боевые транспортные заряжающие машины «Ураган-М» и зенитно-ракетного комплекса «Оса». За ними следует пусковая заряжающая установка «ЦРК-БУК». На марше отечественные радиолокационные станции. Продолжает шествие одна из последних разработок МЗКТ. Автопоезд тяжеловоз «Вола». Роботизированные платформы, представленные огневым комплексом «Берсерк» и беспилотной боевой машиной «Бистол». Перед трибуной линейка беспилотных аппаратов самолетного и вертолетного типа в разведывательном и ударном варианте. Дальность их применения до 300 километра. Замыкает механизированную колонну автомобиля «УАЗ» с флагами видов вооруженных сил. И сейчас мы станем свидетелями воздушного парада в небе над Минском. Открывает воздушный парад вертолет Ми-8, несущий государственный флаг Республики Беларусь. За ним следует вертолет с флагом вооруженных сил Республики Беларусь. Затем вертолет с флагом вооруженных сил и войск противовоздушной обороны. Высота полета вертолета в 150 метров. Скорость летательных аппаратов составляет 70 километров в час. Боевые возможности вертолетов Ми-8 были продемонстрированы в ходе международного конкурса летных экипажей «Авиадартс-2019» в городе Рязань Российской Федерации. Там в номинации «Армейская авиация» на транспортно-боевых вертолетах представителям Белорусской военной авиационной школы не было равных. Наши вертолетчики стали лучшими. В небе свино вертолетов Ми-8. Боевой порядок «Пелин» возглавляет экипаж заместителя командира 50-й смешанной авиационной базы полетной подготовки подполковника Дмитрия Матюшенко. Высота полета вертолетов составляет 200 метров. В воздухе свино боевых вертолетов Ми-24. На этих штурмовиках команда 50-й смешанной авиационной базы в конкурсе летных экипажей «Авиадарц-2019» в номинации «Армейская авиация» на боевых вертолетах завоевала серебряные награды. Ми-24 способен уничтожать танки, штурмовать огневые позиции и опорные пункты, сопровождать транспортно-десантные вертолеты и вести воздушный бой, корректировать огонь артиллерии, осуществлять эвакуацию с поля боя. В небе над Минском военно-транспортный самолет «Ан-26» В небе над Минском военно-транспортный самолет «Ан-26» «Ан-26» пилотирует военный летчик-снайпер подполковник Александр Миссура. Группу сопровождения ведет военный летчик-снайпер Николай Дрыжко. Высота полета этих самолетов 250 метров. Скорость летательных аппаратов 350 километров в час. Впервые в воздушном параде принимают участие истребители Су-30, поступившие в конце прошлого года на вооружение 61-й истребительной авиационной базы. Ведущие группы. Военный летчик-снайпер, кавалер ордена за личное мужество полковник Юрий Пыжик. В воздухе истребители МиГ-29. В боевом порядке стрела. Возглавляет группу заместитель командира авиабазы, военный летчик первого класса Юрий Осовцов. В небе над Минском. Учебно-боевые самолеты Як-130 в боевом порядке пелен. Ведущие группы. Военный летчик первого класса, подполковник Николай Смолянинов. В воздухе группа самолетов-штурмовиков Су-25. В боевом порядке Ром. Ведущий группы. Командир 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы, военный летчик-снайпер Александр Крилец. Су-25 бронированный самолет-штурмовик. Его еще называют летающим танком. Обладает мощным вооружением и высокой живучестью. Завершает воздушный парад военно-транспортный самолет Ил-76 в сопровождении группы самолетов Як-130 и Л-39. Это юбилейный марш.